всем привет мои дорогие друзья я очень рада вас приветствовать здесь у себя на канале про стильные находки с алиэкспресс усаживайтесь поудобнее мы сегодня будем распаковывать много посылок я покажу вам остатки своих зимних заказов возможно не так уже всем это актуально но тем не менее у меня посылки еще есть их нужно раскрыть и посмотреть и мне не терпится их вам показать потому что я делала небольшой перерыв болела в конце декабря это видео скорее всего выйдет уже после нового года и надеюсь вы хорошо встретили этот новый год и давайте интересно проведем это время будем раскрывать открывайте распаковывать посылки с алиэкспресс и ссылки находятся в описании под этим видео обязательно подписывайтесь на мой канал перед просмотром мне будет очень приятно ставьте лайк и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски давайте будем начинать пару месяцев назад в своем видео я рассказывала вам про онлайн занятия у логопеда в школе новатор мы с сыном прошли пробное занятие оказалось что ему нужно поправить произношение нескольких звуков мы приобрели абонемент на 15 занятий в течение этого времени успешно их прошли все занятия в школе новатор построены в игровой форме виде анимированных игр роберт например помогал монстриком расчищать путь к пещере тренируя произношение звука р и а звук лыд тренировал вместе с коллекционером плюшкиным роберт с удовольствием мчался по вечерам на занятия к логопеду натальи занятия проходили в дружеской атмосфере и ребенку было очень комфортно с преподавателем после каждого занятия мы получали домашнее задание и рекомендации по его выполнению это очень удобно что есть такой онлайн формат что не нужно тратить время на дорогу и ребенку комфортно взаимодействовать с логопедом при помощи гаджета да и заниматься он сможет в комфортной ему обстановке из любой точки мира мне нравится что новатор предлагает не просто видео уроки в записи а ребенок находится на индивидуальном живом онлайн занятии с профессиональным педагогом у которого есть профильное образование после того как мы закончили все занятия по абонементу педагог прислала отчет по проведенным занятиям в нем указаны все необходимые рекомендации для дальнейшего улучшения произношения ну и результатом мы довольны мышцы языка стали сильнее а звук лы был поставлен также разобрались со звуком р я увидела заинтересованность педагога в том чтобы ребенок не боялся учиться и получал удовольствие от обучения а еще онлайн школа новатор дает гарантию результата если вы не увидите прогресса то школа вернет вам деньги одни из самых трудных звуков р и лы нам поставили за 15 занятий конечно нужно еще доработать моменты и укрепить результат поэтому мы планируем продолжить свои занятия в феврале в онлайн школе новатор по ссылке в описании под этим видео рекомендую вам записаться на бесплатное пробное онлайн занятие в школе новатор и вы получите полную диагностику речи ребенка с отчетом и рекомендациями но если после пробного занятия вы решите приобрести один из абонементов то по моему промо коду рон 20 будет скидка 20 процентов в течение недели на каждый абонемент могу рекомендовать начинать я буду сегодня с аксессуаров покажу вам перчатки которые я заказывала себе здесь еще будет несколько шапок балаклав и какая-то объемная интересная яркая шапка начнем мы наверное с перчаток эту посылку я на самом деле долго ждала она где-то потерялась но в китае были проблемы с к видом они сначала начались где-то в конце ноября потом под утихли потом снова он разбушевался и очень многие продавцы с которыми я сотрудничаю тоже болели и в общем то такая на самом деле была долгая проблема но вроде как сейчас уже все налаживается очень это надеюсь но кстати фабрики уходят на каникулы и многие большинство магазинов уже не будут отшивать зимнюю одежду так что нужно перед заказом сейчас спрашивать в наличии или нет чтобы продавец это уточнял на фабрике я тоже это уточню перед выпуском этого видео спрошу если еще эти аксессуары в наличии у этих перчаток было много разных расцветок были яркие я выбрала как всегда базовые у меня здесь черные серые бежевые перчаток сали всегда есть проблема в том что они маломерят и подходят на какую-то детскую руку но здесь все нормально хотя все равно мне прям вот впритык я не знаю как поверить обхват или длину своей руки ну у меня она не крупная и мне эти перчатки нормально но в принципе они могли бы быть и побольше у них есть кстати отверстие для того чтобы было удобно пользоваться смартфоном на большом и указательном пальце дальше мы смотрим балаклавы очень трендовый аксессуар уже второй год я сама ношу у меня много всяких разных сали очень их люблю потому что можно застилизовать любым образом будь то спортивный casual либо даже какой-то более элегантный если вы носите каблуки то балаклава прекрасно смотрится даже с такими строгими образами бежевая поплотнее чем черная черная намного тоньше бежевая пушистая от нее немножко отлетает ворс это может быть минусом если вы носите черную одежду поэтому черный в этом случае будет более практичным но черная прям совсем тоненькая то есть даже вот на просвет видно пряжу бежевая мне больше нравится по качеству возможно кстати были разные ссылки но я это все проверю потом найду все в описании обязательно добавлю еще одна балаклава в ярко-розовом цвете на самом деле это наверно не балаклава да неправильно я это называю это просто капор то есть это вот есть часть закрытое горло и капюшон и они не очень большие по размеру у меня есть стали намного более объемные но иногда удобнее именно такой как чепчик да есть объемный ворот например верхней одежды какой-то объемный пуховик то именно вот такой формат более комфортный потому что не слишком много объема создается и я кстати заметила что сейчас шарфы чаще ношу не объемный который я часто показываю себя в распаковках и у меня их тоже очень много всяких разных сали а нашу чаще шарфы которые можно заправить внутрь верхней одежды мне так как-то комфортнее по старинке по теплее что ли нежели просто объемный шарф вот так вот намотать вот такой еще интересный вариант головного убора это как раз та самая балаклава и здесь было тоже несколько вариантов расцветок я взяла малиновый малиновый это сейчас самый трендовый цвет по версии понтон в разных его интерпретациях здесь правда бирку мне не нравится как ее прикрепили что так вот через пряжу продели через отверстие можно повредить надо очень аккуратненько ее убирать здесь вот есть отверстие для глаз такая выемка как у бандита получается шапка но можно ее убрать и это будет просто обычная бине то есть носить можно и так и так мне кажется это прикольно это шапку не секса она кстати объемная достаточно хорошо тянется и много расцветок стоило в районе 1000 рублей это все из магазина мой ру корейский магазин нет в принципе нравится качество хотя это скорее всего синтетическая пряжа которая не особо будет греть идем дальше я все в поисках идеального белого свитера уже которую распаковку я вам показываю свои поиски этого самого свитера я искала удлиненный какой-то вариант но опять вижу что этот не совсем длинный не так чтобы носить с джинсами скини и с леггинсами все-таки более классическая здесь посадка но мне очень нравится вязка плотность не слишком он толстый но при этом он будет согревающим и такие рельефные фактурные косы мне кажется очень интересно смотрятся красивый молочный цвет аккуратные швы нет никаких лишних ниток нет неприятного запаха возможно даже шерсть есть в составе я напишу продавцу узнаю какой состав потому что обычно в этой фабрике используются хорошие материалы хорошая пряжа и должно быть что-то вроде шерсти ну либо хотя бы вискоза что-то более приятное нежели просто акрил по качеству мне нравится но я бы хотела чтобы он был более удлиненный мне кажется на фотографии он смотрелся покрупнее дальше водолазка вот в таком пакете по моему в таком же то есть это скорее всего та же самая фабрика и тот же магазин и по моему это были шерстяные водолазки здесь было тоже несколько вариантов расцветок и у меня уже был опыт заказа подобных водолазок еще в прошлом году вот этой же фабрики акмы граунд и здесь нарисована такая вот овечка и написано что это шерсть мы сейчас еще посмотрим в каком соотношении вроде бы сто процентов потому что вижу до сто процентов шерсти переведено очень красивые бирки здесь про бренд про философию компании прям все классненько сделано и водолазка она не куцая она не маленькая она достаточно объемная свободная будет как раз вот та посадка которую я хотела получить то есть немножечко свободная но при этом она не оверсайз но немножко воздуха будет оставаться в общем именно то что мне нравится будет удобно такой надеть и под оверсайз жакет и под какой-то бомбер джинсовку какую-то другую верхнюю одежду бирки прям действительно классные все очень хорошо сделано нет ни единой нитки мне качество нравится но по плотности это не свитер все-таки это все-таки гольф это водолазка то есть не супер теплая хотя шерсть шерсть это хорошо но мне нравится и цвет этот меланж очень приятный серии он не слишком темный с вкраплением белого классно смотрится под деловые образы будет прям хорошо мне понравилось идем дальше и мне здесь пришел такой жакет с бирочками zara это на самом деле не жакет это пальто как оказалось я думала что это жакет у меня там еще один будет посмотрим сегодня два жакета пальто под zara ткань такая как букле фактурная и легко будет зацепить чем-то потому что вот есть переплетение нити черное белое и она не равномерно идет но смотрится это красиво хотя возможно на камере сейчас ребят мельчишит посмотрим как это будет в момент примерки здесь не оригинальная бирка inditex от чем до стопроцентный полиэстер в составе это размер с выглядит он в меру свободным не слишком оверсайз но и не по фигуре а со свободным прилеганием но вот здесь я говорила да что легко зацепить нитки все равно оставили либо это как раз в процессе транспортировки зацепили в процессе упаковки торчат нитки некрасиво это смотрится я боюсь что если отрезать то можно и повредить ну посмотрим попробую это все убрать карманы зашиты карманы нужно будет распарывать не могу сказать что восторг качество все-таки не оригинальное производство zara ну я решила что я вообще буду поменьше показывать зару так как не могу гарантировать качество и я здесь показываю только свои заказы и какое-то свое мнение про них мне потом неприятно получать если продавец там что-то накосячил я не могу никак это контролировать и к сожалению как-то на это повлиять поэтому единственное что я могу сделать это просто переформатировать контент и не показывать много зар и показывать больше фабричных магазинов для того чтобы быть уверены что вы получаете такое же качество как получаю и я дальше я распаковываю шубки из магазина neo mint у меня из этого магазина были шубки в прошлом году и по моему в позапрошлом я тоже показывала в общем это магазин в котором есть только шубы больше здесь помню ничего абсолютно нет в ассортименте этого магазина они здесь такие среднячок можно найти интересные варианты актуальные намного дешевле чем то что мы видим у нас в офлайн магазинах в шоу-румах кстати шубы из эко меха так называемого сейчас снова супер популярные они даже сейчас более популярны чем переосмысленный натуральный мех который взорвал просто в прошлом году upcycle recycle вот эти вот все шубы из секонд-хендов которые были актуальны сейчас именно искусственный мех под натуральный очень-очень пользуются популярностью все бренды делают такие шубки я нормально отношусь к искусственному меху тем более если его можно носить долго почему бы и нет он хорошо смотрится если это хорошее качество про эти шубки я не могу так сказать они нормальные такие вот контентные шубки неплохо они выглядят на свою цену стоили они в районе двух с половиной тысяч рублей они очень сильно мало мерят поэтому я беру эльку здесь но не могу сказать что элька мне будет хорошо все-таки она кажется большой возможно можно было взять на один размер поменьше я примерю мы это посмотрим здесь опять же красивые вот такие вот бирочки в подкладке нет никаких ниток здесь есть утепление но небольшое то есть это не на минус 30 шубка особенно учитывая ее укороченный крой жакетом эта шубка на максимум ноль градусов здесь было много расцветок в том числе яркие варианты у меня классический teddy bear немножко такая потрепанная игрушка в целом я думаю что можно ее застилизовать красиво но я не могу сказать что это прям шикарное качество опять же цена супер бюджетная следующая шубка кстати я начала говорить что в этом магазине заказывала длинные варианты шубку teddy bear аля max mara у меня есть из этого магазина она в принципе неплохая и нормально носится и вот такая вот интересная тоже полушубка под какого-то каракуля как мне кажется в общем что-то такое кудрявенькая здесь в общем приятно на ощупь кстати это сделано под натуральный мех но это искусственный мех он кстати не лезет это хорошо и мне нравится что пуговицы сделаны под дерево с такой как бы градиентом деревянным это классно смотрится хотя они пластиковые здесь бирки также хорошие я кстати взяла размер xl возможно он тоже будет большим надо будет проверить это тоже очень легкая шубка она не на морозы она буквально на ноль даже может быть плюс 5 градусов то есть это ближе к весне в нашем регионе но по своему стилю по крою эта шубка мне близко мне она нравится она интересно смотрится я люблю фактурные вещи люблю необычную такую вот текстурку и это приятно очень на ощупь что тоже меня радует идем дальше и я распаковываю бархатное платье которое взяла себе на новый год у вас новый год уже закончился но это видео скорее всего выйдет после нового года а я вот буду отмечать наверное в таком платье бархатном хотя не знаю я говорила что я хочу отмечать в брюках в блестящих я до сих пор еще не решила новый год через два дня я не знаю посмотрим но такое платье себе взяла если вам актуальные бархатные платья круглый год кстати бархат сейчас тоже в тренде бархатом бахрома блестки поедки все такое нарядное это все очень актуально в следующем сезоне и можно присмотреться к платьям именно в этом магазине если вы например где-то выступаете я не знаю на какие еще случаи можно носить бархатные платья если не за новый год ну наверняка бывают такие в этом магазине я не первый раз просто бархатные платья беру и мне обычно нравилось качество это магазин какой-то ноунейм корейско-китайского пошива такого интересного дизайна мне кстати по размеру бывают правда сложновато определиться я взяла м к думаю что м ко мне будет хорошо то есть на один размер больше своего обычно мне нравится что платье очень такое минималистично но не слишком открыто на любой тип фигуры абсолютно будет хорошо смотреться дальше давайте разбавим нашу одежду теплую и нарядную обуви и я сегодня вам покажу два варианта самых трендовых ботинок этого сезона это угги которые вернулись в моду именно в варианте на платформе я взяла одни ботиночки под ук они мне напоминают у к своим мыском и верхним материалом с овчинкой но у них подошва из пены такой вот гладкой тоже массивная тоже платформа но чуть отличается от ук на платформе который я вам также сегодня продемонстрируем вместе распакуем я их еще не видела так что это будет сюрприз для меня обязательно досматривать мое видео до конца подпишитесь и нажмите на колокольчик лайк я надеюсь вы не зажали свой не будет очень приятно я распаковываю эти ботинки упаковано было все хорошо они не помялись но они очень сильно пахнут запах очень неприятный запах клея он супер резкий дошли они мне достаточно быстро я их заказывала в декабре я решила что мне срочно нужны угги на платформе у у всех они просто в инстаграме есть у меня нет поэтому я решила что надо мех тоже немножко лезет но мех натуральный и меха прямо густой слой будет отлично греть платформа здесь около пяти шести сантиметров в принципе по качеству они мне нравятся на запах клея может смущать многих поэтому я это обозначаю размер я выбрала 38 на свой 37 российский стопа у меня 23 7 по экрану пущу как они мне подошли но по качеству они мне нравятся они не очень тяжелые но подошва практически не гнется с усилием гнется поэтому для длительных прогулок такая обувь не всегда комфортно массивная с не гнущийся подошвей что ножка в итоге конечно же устает ну а так для трендовых образов неплохой вариант если вы не хотите покупать копию но хотите такие трендовые ботинки к тому же они будут супер теплыми дальше посмотрим термобельем я тут все утепляюсь и утепляюсь показываю свои зимние заказы вот такой интересный пакет написано в арм плюс градус что-то скольки не написано до скольких градусов но видимо есть какая-то терморегуляция здесь это размер l и насколько я помню эти комплекты были как мужские так и женские то есть посылки отдельно есть мужские отдельно женские не так что это унисекс и несколько вариантов расцветок несколько вариантов телесного для более загорелой кожи либо для более бледной были также серые черные по воротнику не помню был вариант с высоким воротом как в юникло у них просто раньше мы брали термобелье и там был вариант как водолазки так и с круглым вырезом здесь не помню честно надо перейти по ссылке это посмотреть но по качеству просто шикарно очень приятный материал с юникло не буду сравнивать потому что отличается сама технология здесь не такое термобелье оно прям теплое действительно и здесь есть усиление утепления в области живота в области воротника сзади в области спины и на брючках на леггинсах сейчас посмотрю здесь тоже до в области коленки вот таким вот образом сделано утепление на ощупь безумно приятно очень гладкий очень мягкий материал хорошие швы нет никаких торчащих ниток я думаю что это будет очень хорошее теплое термобелье но так как корейским это опять же магазин все маломерит это элька она идет на рост 165 и 90 это наверное обхват бедер здесь значится вот так вот такой наклейкой сзади на леггинсах но по качеству мне очень нравится я кстати на этот комплект уже получала отзывы я его публиковала когда заказывала по-моему то ли в момент распродажи ноябрьской ну когда-то вот тогда в период распродаж и девчонки мне уже писали отзывы что все получили что все супер теплое приятно и все им довольны вот я свой тоже наконец-то получила буду носить если вам сейчас уже это не актуально сохраняйте на следующий год в любом случае пока каких-то весенних находок новинок у меня не будет фабрики еще ничего не отшивают поэтому я еще даже ничего практически не заказывала на весну ну а зимние я буду продолжать вам показывать в любом случае потому что они у меня накопились и интересно мне и самой на них смотреть да и вам я думаю что тоже будет интересно если что просто сохраняйте виш-лист себе или сохраняйте магазины проверенные так вот я распаковала здесь комплект такой интересный он как будто бы вельветовый потому что есть вот эта продольная структура нити но это не вельвет это такая шерсть такая вязка интересно очень прикольно это смотрится опять же обожаю вот такие фактурные вещи 88 акрил 12 нейлон составе к сожалению шерсти здесь не обнаружено есть пуговица дополнительная пуговицы пластиковые такие маленькие но в принципе они нормально выглядят меня они не смущают это по моему эрзив ну да это эрзив судя по пакету и это костюм не помню можно было брать отдельно или нет брючки супер простые на резинке у них нет даже кармана все это выглядит просто как пижамный комплект но за счет вот этой уютной фактуры ткани это все смотрится очень интересно и это можно застилизовать как вот с такими угами на платформе в таком повседневном образе можно эту рубашку надеть и поверх например с брюками с майкой с какой-то стопом можно и с джинсами это носить все отдельно можно и дома но материал на самом деле такой он не очень приятный он чуть-чуть колючий не так чтобы совсем убийственно надо будет это еще примерить потому что внутри ткани ощущается приятнее чем она с внешней стороны снаружи ну посмотрим мне по качеству нравится и стиль тоже мой мне он очень близок ну и вы знаете как я люблю бежевый цвет это мой любимый цвет дальше у меня супер смешная интересная необычная вещь это вот такая шапочка тоже по пакету вы видите что это магазин развив это та самая хорошая фабрика это очень странная шапка ну я не могла это не заказать не взять посмотреть с было несколько расцвета помню то ли черный то ли голубой вот такая вот просто снегурочка мне кажется это мило это необычно по крайней мере никого в такой вы не встретите но это что-то вроде флиса то есть это не такой уж прям согревающий материал сто процентов полиэстер здесь составе это искусственный мех такой коротенькой стрижки и внутри здесь подкладка из материала под замшу сделано сшито все супер аккуратно но эта вещь конечно же на любителя я думаю не всем она понравится кстати белые шапки не очень люблю потому что всегда с макияжем и это всегда пачкается и белые шарфы тоже не люблю поэтому возможно мне надо было выбрать все-таки черный цвет ну ладно пусть будет беленькая идем дальше а дальше я распаковала костюм обожаю такие костюмы с надписями особенно я полюбила костюмы с v-образным вырезом на молнии либо просто с таким воротничком мне безумно нравится эта эстетика очень классно это смотрится и я люблю миксовать такие костюмы опять же и с какими-нибудь просто костюмами классно кстати сейчас вернулась в моду носить худи под жакет помните мы так носили где-то 3-5 лет назад это было очень модно и вот сейчас снова возвращается в моду это размер м составе 65 хлопок 35 полиэстер здесь есть начес они не выглядят слишком большими брюки то есть они мне будут хорошо по размеру и по ростовке они скорее всего на высокий рост не подойдут но они и не короткие хорошо они сделаны есть такие вот стрелки это хорошо что их не нужно отглаживать они заужаются к низу в общем-то классическая посадка спортивного костюма и надпись originals 1987 год цвет меланж опять же очень люблю такой цвет я не могу сказать что это шикарное качество если например сравнить с каким-нибудь фабричным inflation inflation будет лучше естественно но трендовый дизайн в общем-то неплохо мне нравится и дальше моя самая долгожданная посылка дубленка которую я заказала себе на свой страх и риск это дубленка под тотем почему на свой страх и риск потому что стоила она дорого она стоила в районе 10 тысяч рублей но я на али не нашла каких-то других вариантов и это магазин проверен и общая с этим магазином сотрудничаю но я заказала здесь сама в общем это не он мне прислал так чтоб на обзор что здесь меня удивило на самом деле я эту тубленку уже распаковала потому что мне не терпелось я ее уже даже один раз надела и я осталась очень довольна что она действительно теплая и классная но я не уверена что она действительно стоит эти 10 тысяч рублей не знаю почему все равно мне кажется цена завышена но это опять же каждый для себя сам решает это размер м и у нее неполноценный рукав то есть мне бы хотелось чтобы он был чуть подлиннее возможно я бы даже брала эльку но в целом я могу это простить по посадке она достаточно свободная она не выглядит куцей она выглядит и удлиненной и объемной и смотрится она хорошо на самом деле это м когда я это сказала уже карманы сделаны вот таким вот образом про бирку я начала говорить что здесь написано сделано в турции чему я очень сильно удивилась почему я удивилась потому что пахнет она натуральной кожей это дубленка пахнет как хорошая дорогая кожаная сумка и у продавца не заявлено что это натуральная кожа да я не уверена что это натуральная кожа но запах вот этот вот очень приятный он есть а на бирке здесь сказано что это стопроцентный охрана окружающей среды мех только профессиональная очистка кожи я еще переведу что здесь по-китайски говорят возможно это какая-то переработанная кожа либо что-то такое но по качеству это намного лучше чем кожа вот у дубленок например zara то есть это прямо очень сильно отличается она во-первых зернистая она мягкая на пластичная она не стоит колом и она выглядит дороже чем просто какая-то другая куртка из искусственной кожи в ценовом сегменте пониже поэтому все таки наверное эта цена оправдана здесь был и коричневый цвет я очень долго думала брать коричневый в итоге я не знаю я и коричневый тоже хочу вряд ли наверно буду ее себе заказывать есть черный с черным мехом и есть по моему какой-то еще цвет в общем такие же расцветки как у тотем конечно же нет смысла сравнивать их они просто одинаковые по крою но наверняка у тотем будет по обширней по гуще мех как-то побогаче ну и возможно она будет по объемнее именно дубленка в оригинале нежели вот это с алиэкспресс и здесь нет никаких бирок никаких обозначений марки тотем но в любом случае мне понравилось качество вы можете поискать у каких-то других магазинов возможно вы найдете с бирками если вам это важно наверняка на али такие магазины тоже есть но я заказала в том магазине в котором я уже заказывала часто для того чтобы быть уверены что дубленка точно мне придет поэтому я сделала такой выбор идем дальше и я здесь распаковала свитер водолазку и похоже это тоже стопроцентная шерсть судя по бирке 1299 стоит юаней как-то дорого вот такая вот белая водолазка шерстяная немножечко скрипучая на на ощупь у нее нет боковых швов кстати что прикольно смотрится необычно высокий ворот тоже без швов абсолютно очень необычный такой вот крой классической водолазки не могу ничего больше про чего сказать белый цвет из было много всяких разных и других вариантов расцветок я беру себе базовую одежду которую я ношу каждый день под жакеты и так далее поэтому у меня всегда много белых футболок белых серых водолазок и так далее это просто моя база который я постоянно пополняем дальше я покажу вам утепленные джинсы у меня здесь будет два варианта по моему они все из одного магазина это m к этот джинсы свободные у меня просили просто девчонки заказать белые джинсы с утеплением долго они мне шли но опять же это из-за распродажи из того что был коллапс еще и к вид наложился на это все качество нормальная не так чтобы прям супер восторг есть торчащие нитки но мне нравится что швы здесь не контрастные они прям такие же беленькие как и джинсы и меня этот момент радует составе хлопок девяносто восемь процентов 2 наверное какой-то спандекс либо эластану они не тянутся поэтому с размером будьте очень аккуратны здесь супер все мало мерят всегда и по длине тоже я вижу что они скорее всего будут неполноценные по длине но наверное на мой средний рост 165 они будут нормально и вторые джинсы с утеплением не помню тот же магазин или нет они кремовые то есть это не белый цвет все таки от первые джинсы ближе кипи на белому цвету хотя у них есть такая примесь чего-то серого все равно не чисто белый цвет а вот эти в цвете застиранный белые джинсы как будто бы вы их постирали с чем-то коричневым либо красным видеть это внутри даже мех такого розоватого цвета для меня это выглядит грязновато мне не очень нравится поэтому возможно другой цвет будет лучше наверняка здесь был какой-нибудь черный серый надо будет посмотреть в составе 98 хлопок опять же 2 полиэстер либо спандекс и это размер 28 нет нет 2828 он идет на рост 165 размерная сетка здесь по-моему была достаточно широкой так что можно выбрать но по ростовке опять же не на высоких абсолютно сто процентов точно только на рост где-то 160 165 идем дальше и вот тот самый блейзер шерстяной который и я хотела получить и посмотреть поскорее я его упомянула в начале видео красивый хороший плотный очень приятная ткань и очень приятный цвет он отлично держит форму и внутри посмотрите как за все прекрасно просто сделано он такое ощущение что немножечко приталенный это такой блейзер пальто очень классно он будет смотреться со свободными плотными шерстяными брюками весной можно поверх свитера когда уже достаточно тепло чтобы не надевать какую-то дополнительную верхнюю одежду потому что он очень плотный и он самостоятельно я думаю на него сверху верхнюю одежду будет тяжело подобрать слишком много сверху будет объема в общем я думаю вы меня поняли мне нравится что он удлинен и его можно будет носить и с леггинсами например с жакейскими сапогами опять же весной будет классно смотреться можно будет кучу образов стильных с ним придумать и и даже просто с какими-то спортивными образами например вот с таким вот спортивным костюмом и с какими нибудь найками тоже будет круто мне прямо очень нравится суперский жакет я надеюсь что он еще есть наличие обязательно это все уточню но если нет извиняйте я опять же ничего с этим поделать не могу сейчас все будет постепенно заканчиваться но возможно что-то новенькое будет появляться еще лучше качество все я буду вам показывать так что обязательно подпишитесь на моё телеграмма ли визро там еще больше интересных находок и я здесь распаковываю сумку от бренда фэмми кер на самом деле эту сумку я им сама предложила произвести я сказала мне нужна какая-то сумка ведерко объемная чтобы в неё помещался ноутбук я нашла что-то подобное и они так быстро сделали меня иногда удивляют просто китай китайцы их производства вот просто супер очень бы я хотела съездить в китае посмотреть как это что устроено жалко что у них постоянно карантин и и пока это невозможно сделать вот такая сумка форме ведерко она объемная но на я бы хотел чтобы она была еще пошире возможно можно будет эту модель как-то доработать обсудим этот момент в нее должен по идее помещаться ноутбук но я сейчас сомневаюсь мне кажется что все-таки он не поместится хотя у меня была идея именно в том чтобы носить сумку на работу то что всех так раздражает когда я говорю что на работу я действительно прихожу в офис рано утром и ухожу поздно вечером так что считаю что это моя работа мне нужна всегда сумка в которую помещается ноутбук и всякая техника хотя у меня много всяких шопперов мне хотелось именно что-то более такое структурированное чтобы потом вечером например можно было куда-то выйти в ресторан с такой сумкой и это не смотрелось как слишком расслабленный слишком спортивный образ мне кажется с такой сумкой могло бы получиться класс по качеству она просто супер у нее натуральная кожа бренд фамикир делает сумки именно из натуральной кожи и это фабрика так что качество отличное как всегда вот такой вот кошелек он съемный его можно отсюда убрать вообще другого какого-то наполнителя здесь нет то есть какого-то органайзера косметички ничего такого здесь не предусмотрено и в комплекте идет вот такой широкий ремень съемный его можно и вообще не крепить и носить просто на руке эту сумку но мне кажется удобнее будет закрепить и я не понимаю куда он крепится в общем я потом разберусь и покажу вам эту сумку во всей красе в момент примерки мне нравится что еще здесь есть карманы и с внешней и с обратной стороны можно сюда положить телефон что тоже будет очень удобным цвет кармельный мой любимый возможно какие-то еще другие расцветки они тоже придумают надо будет у них спросить и обязательно конечно же я попрошу промо код если вам эта сумочка понравилась сможете воспользоваться и сэкономить дальше у меня предпоследняя на сегодня вещь это опять же верхняя одежда теплая это дубленка зара дубленка не из такой вот гладкой кожи зернистой как была предыдущая под бренд тотем а из такой кожи как раз как бы дубленый то есть имитация классической дубленки в байкерском стиле здесь молния косая дубленка не длинная но и не укороченная на классической стандартной длины это м к она большая я думаю что я в ней прям утону но мне очень нравится и и необычный цвет стопроцентный полиэстер здесь заявлен в составе цвет классный он серый здесь серый мех и сверху вот эта дубленная кожа она тоже серого как бы выстаренного такого состаренного цвета очень немножко шершавый на ощупь прикольно смотрится сейчас такая ретро эстетика тоже в тренде но при этом крой современной такой байкерской куртки классная мне нравится и тяжелая она хорошенькая прям хорошо сделано но я думаю что мне нужно было брать все-таки с куанемку и у меня здесь еще две посылочки долгожданные те самые ух про которые я заикнулась в начале видео мы посмотрели альтернативу для тех кто не хочет брать копию угги пришли в коробке внутри есть фирменная бумага приятный запах запах натуральной кожи должна быть кстати здесь использована натуральная замша есть вот такая у к пьор брошюрка и вот они красавцы угги на массивной подошве кстати я слышала отзывы что они неудобные но я это проверил обязательно вам сообщу после примерки напишу пущу по экрану по размеру кстати у кто же маломерят и у этого продавца наверно маломерят еще больше чем они маломерят в оригинале это седьмой размер USA UK 5 а европейский 38 да это по стопе скорее всего 24 сантиметра было размерную сетку я подробно опубликую в telegram канале коробка выглядит вообще кстати как оригинал вот и по запаху они тоже не очень приятно пахнут у меня были оригинальные ук когда-то давным-давно и вот они пахли как-то так же классно все сделано весь брендинг соблюдены на подошве и сзади действительно похоже это все на натуральную замшу ну я сомневаюсь что эта пара обуви будет удобный у этого продавца я также брала ук уже черные не на платформе а классические заниженные невысокие ботиночки мне не понравились по качеству но они маломерят мне прям впритык 38 размер но я ношу нормально мех все равно со временем приминается и становится получше вот такая еще наклейка тоже есть ук на подошве стопроцентная шерсть здесь написано в общем все прям выглядит как оригинал очень хорошее качество это продавец вова гусь наверняка многие уже с ним успели познакомиться я оставлю ссылку на сайт оставлю ссылку скрытую на алиэкспресс она будет сделана специально под этот товар она будет завуалирована то есть там будут какие-то другие изображения находиться но будут находиться именно эти ульги продавец болел к видам если кто-то у него что-то заказывал в декабре он долго не отвечал он и мне не отвечал я спрашивала тоже почему ты никому не отвечаешь много комментариев просто получала вот он болел к видам всей семьей но вроде бы уже выздоровели и я надеюсь он продолжает отправлять заказы и все там хорошо ну по крайней мере вот эти посылки я заказывала где-то в декабре ну в общем то все мне достаточно быстро пришло и посмотрим тоже от этого продавца это продавец брендов у него здесь еще такая вот куртка была мной обнаружена я такую заказывала себе в прошлом году но кстати тоже я ее заказывала уже в конце зимнего сезона где-то в январе и я не успела по моему и даже опубликовать уже она не была доступна мне интересно было сравнить чем она будет отличаться я тогда с продавцом с другим брала у другого очень долго искала версию которая меня бы устраивала потому что на алиэкспрессе видела у них были не такие пушистые не такой хороший мех в общем был какой-то другой совсем который выдавал что это копия не оригинал в оригинале я тоже эту куртку искала у всех своих друзей в европе в америке никто мне не нашел в общем я решила заказать копию второй раз решила снова заказать копию кстати вот это намного лучше качеством чем та что была у меня в прошлом году мне прям очень она нравится мне кажется она максимально похожа на ту которая должна быть в оригинале очень хорошее качество и пакет здесь вот такой вот вы видели да я распаковывала пыльник который можно хранить и оставить нитки правда какие-то здесь вылезли ну я думаю что и у бренда норсфейс такое тоже бывает случается можно их отрезать проблемы в этом нет написано сделано во вьетнаме на бирках это размер xl и я намеренно взяла такой большой размер у меня в прошлом году эта куртка была в м ки мне не хватало объема она должна быть супер большой супер объемный кстати это вообще у норсфейс мужская коллекция и девчонки себе берут именно xl-ку мне нравится как она сделана мне кажется максимально идентично той которая должна быть в оригинале здесь сзади даже вот так вот сделан капюшон как он и должен быть у моей предыдущей куртки такого не было вот таким вот образом он здесь достается и прячется потом на липучку и ткань здесь приятное вышивка хорошо сделано в общем все хорошо и набита она не знаю правда чем здесь кстати на бирке не помню обозначена это или нет на бирках норсфейс картон их здесь все по-китайски так что ничего там не понять мне к сожалению а здесь я сейчас проверим не указано на бирках к сожалению пух это или что но по ощущениям это не пух не знаю как должно быть в оригинале по ощущениям это что-то типа синтепона скорее всего ну ладненько мне довольна мне понравилось буду носить эти уги и эту курточку тоже ссылку скрытую оставлю в описании ссылку на сайт тоже продублирую более подробную информацию ищите у меня в телеграм канале нам сегодня удалось приятно провести с вами время распаковать кучу посылок столько полезного всего мы сегодня с вами посмотрели я надеюсь вам понравилось обязательно поставьте лайк напоминаю что все ссылки находятся в описании под этим видео все что на мне было в момент примерки все с алиэкспресс все каждый раз стараюсь досконально найти и продублировать туда от костюм на мне тоже естественно с алиэкспресс уже второй год и ссылку я тоже оставлю конечно же в описании под этим видео так что проверяйте спасибо всем кто досмотрел до конца я надеюсь вы поставили лайк этому видео подписались на мой канал и нажали на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски всем хороших выходных пока и